Если вы думаете, что после того, как ваш канал на Яндекс.Дзене заблокировали, у вас все еще есть шанс, то вы глубоко, очень глубоко заблуждаетесь. Нет, конечно, есть нарушения, после устранения которых вас могут разблокировать, но не все такие. Вот пишете вы свои статьи на канал, размещаете их, развиваете канал, много подписчиков, все хорошо, и тут бам, прилетает бан. Вы пишете в техподдержку, он говорит, извините, но нет, создавайте новый канал. Вот об одном из таких нарушений мы сегодня и поговорим. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. В чем, собственно, особенность этого нарушения? Его особенность в том, что совсем недавно за это полностью не блокировали. То есть это было обычное нарушение, за которое, как бы, ты написал, три новые статьи удалил, те, которые нарушают, подождал, канал проверили, у тебя еще целых три попытки, все хорошо. Но с какого-то момента, бам, и все, это нарушение стало критичным. Так вот, вы думаете, что у вас есть три попытки, я тоже так думал, поэтому не спешил. Мой канал заблокировали, он больше года был в заблокированном состоянии, и я все думал, у меня всегда есть шанс его разблокировать. Я даже совершал такие попытки. В первый раз я написал одну статью, потом мне было лень писать еще две, ну, то есть контентный спам, по моему мнению, я удалил, написал одну статью и ждал. Через некоторое время я написал еще две статьи, написал, смотрите, у меня есть три статьи новые, давайте, разблокируйте меня. На что получил ответ, что мы не можем вас разблокировать, потому что все три статьи должны быть совершенно новые. Ну, я им пишу, ну, как же, вот они новые, они были выпущены после блокировки канала, значит, они как бы попадают под это определение. Мне говорят, нет, это не так, на что я им говорю, ну, тогда напишите, новые статьи, это сколько они должны по времени на канале-то висеть. Вот такой ответ мне пришел. Здравствуйте, Игорь, публикации должны быть созданы не ранее, чем за семь дней до даты проверки, то есть, если вы нам напишите о том, что канал готов к проверке сегодня, то публикации должны быть созданы после 24 сентября, с уважением, Матвей. Вот такой вот поворот событий, нигде об этом не сказано, но у вас есть семь дней. Ну, а теперь давайте перейдем к самому главному, за что был ограничен канал? Канал был ограничен за контентный спам, если кто не знает, то дальше будет о том, что такое контентный спам, что вы лучше понимали, но после этого вы вряд ли тоже после их определения лучше поймете. Тем не менее, я знал, что канал ограничен за контентный спам, я знал, что у меня есть время, я написал, я отложил это дело на потом, но потом написал все равно эти три новые публикации и написал им, проверьте канал, пожалуйста. Это я сделал в разделе поддержки, узнать об ограничениях, прям так и написал, проверьте, пожалуйста, канал, три новых публикации, они мне до этого писали сообщение прям, что опубликуйте три новых публикации и напишите нам. Все, я так и сделал. На мои запросы мне приходил не ответ, а какая-то портянка шаблонного текста, что контентный спам это то-то и то-то и то-то, так вот и так вот, я подумал, что мне робот отвечает. Ну действительно, как бы просто шаблонный ответ. Я знаю, что такое контентный спам. Я вас просил перепроверить канал. Несколько раз им написал один и тот же ответ. Я уже не выдержал, но писал, почему у вас отвечает робот. Собственно, вот это сообщение. Радость, умиление, ненависть, агрессию, недоумение, любопытство и так далее. В последнее время мы стали... Вот это я, кстати, не прочитал. В последнее время мы стали получать много жалоб от читателей на качество контента в общей летнице Дзена, поэтому вынуждены были изменить правила канала с контентным спамом. Нельзя отправить... Каналы с контентным спамом нельзя отправить на проверку для снятия ограничений. Публикации будут рекомендоваться только в лентах ваших подписчиков. Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, прочитайте нашу статью. Что такое контентный спам? Объясняют на примере котиков и русских туристов. Понимаете, дело в том, что не так просто дойти до той части, где написано, что каналы только один раз проверяются. Вернее, не проверяются вообще, их сразу ограничивают. Вот эта вот портянка, что такое контентный спам? Она как бы забивает с толку. Ну, потому что это, может, и не робот отвечает, но тем не менее. И я им начал писать дальше сообщение, что так и так, вот я написал три статьи, на что мне в конце концов пришел ответ нормального живого человека. Доброго дня! В Дзене не роботизирована поддержка. С вами общаются живые люди. Живе люди. Ну, это видно по живе люди. Спасибо за внесенные изменения. Ваш Дзен-канал «Мангуст. Охотник на змей» был отправлен на проверку. Спешу предупредить, что у вас есть только одна попытка снять контентный спам, так как мы обещали вам проверку. Ну, раз обещали, согласно новым правилам, контентный спам в принципе не подлежит снятию. Как только мне станут известны результаты, я обязательно вам сообщу. Если за это время у вас возникнут дополнительные вопросы, пишите. Пожалуйста, постараюсь ответить как можно быстрее. В общем, каналы с контентным спамом разблокировки не подлежат. Если у вас их забанили, то это навсегда. Так что будьте осторожнее по данному вопросу. Что касается конкретно моего канала, то это был канал, где я писал сказки. Писал сказки, все нормально, это художественные произведения, вот так вот. Но потом, как-то вот, ну это было давно, захотелось мне прибыли, я начал действительно постить про бабок и коллекторов. И канал ограничили практически сразу. Статьи эти я со временем удалил, канал оставил в покое, думал всегда успеется. Вот сейчас отправил на проверку, мне пришло письмо, пришел ответ. Говорят, на канале все еще есть контентный спам. Где он там, я не знаю. То есть я оставил все сказки, которые там были и ничего не менял со сказками. Только удалил статьи про бабок и коллекторов, несколько их там было. Еще есть статья про собаку, которая отрыла клад, но это прям событие, которое на самом деле произошло с фотографиями, которые... То есть перепечатка новостной статьи одна. Ну и в общем-то, раз канал не прошел проверку, раз у него была одна попытка, то все, кирдык ему. Будет теперь висеть мертвым грузом, показываться только подписчикам. Тут, конечно, может возникнуть вопрос. Игорь, а зачем тебе вообще этот канал? Ну то есть сказки ты больше не пишешь, прибыли они приносили довольно мало. Забросил ты этот канал? Ну как бы, ну и ладно. Но на самом деле все дело в том, что я хотел подать заявку в Нирвану. Когда я первый раз подал заявку в Нирвану, мне сразу же пришел ответ, что так и так, мы рассмотрели ваш канал, но на других ваших каналах имеются ограничения. Поэтому снимите ограничения, а потом уже подавайте заявку. Теперь снять ограничения с этого канала я не могу, у меня теперь только два пути. Либо оставить все как есть, либо удалять полностью этот канал. Удалять полностью канал я не хочу, ну просто потому, что там есть вот какие-то сказки, какие-то истории, которые я придумал. Может их на сайт какой-то перенести, я не знаю, канал сам удалить. Они как бы сами по себе-то может даже художественные ценности не представляют, ну просто жалко само по себе. Их даже на пульс не перенести, потому что на пульсе запрещены художественные произведения, вернее художественные рассказы. Вот, что делать с ним? Ну, как бы фиг знает. Денег не приносит, висит, мешает, но жалко. Это что касается канала. Что касается контентного спама, тут вопрос вообще очень спорный. Статьи, которые используют повторяющиеся в сюжете повороты, которые не сообщают читателю никакой новой информации, очень-очень абстрактно. Есть статьи, которые прям откровенно контентный спам. С этим как бы глупо спорить. Ну, там бабки и коллекторы, все понятно. Эти статьи у меня и были на канале несколько штук, я их удалил. Сейчас там остались сказки, как бы, ну, являются ли они контентным спамом, ну, большой вопрос. Тем не менее, Яндекс.Ден так решил, что ж мне теперь спорить с ним, вот. Ну, пусть остается так, как есть. Если хотите, то можете зайти на этот канал со сказками, почитать, посмотреть. Прибыли это мне все равно больше никакой не принесет. Их, на самом деле, тут не так уж и много. Начинал я его где-то 14 июня 2018 года, то есть очень давно. По сути, практически 2,5 года прошло. Тем не менее, даже несмотря на то, что канал полностью забанен, у него есть монетизация. Ну, как бы не сама монетизация, то есть не реклама, а вкладка монетизации. И иногда тут падают вообще какие-то копейки. Вот 2 рубля пришло. Откуда они набежали вообще непонятно. Возможно, в какой-то статье там осталась какая-то, может быть, реклама или за что-то еще. Может быть, добежали с прошлого раза. Но я, вроде, выводил до нуля прям. Карма у канала тоже 3, но это, видимо, связано с тем, что вот эти вот 3 статьи, они были опубликованы не так давно. Вот. И несмотря на то, что есть вот такая вот вкладка предупреждения на некоторых каналах, где указывают, какие статьи нарушают, здесь ее нету. А если перейти во вкладку карма, то вот есть на вашем канале нарушают правила, предупреждение такое висит все-таки. В самой вкладке предупреждения ничего подобного нету. На канале у нас опубликовано, конечно, всего 47 статей. Аудитория все равно остается в 21 человек, 159 подписчиков. Это, кстати, новое название канала. Раньше он совсем по-другому назывался. Ну, а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится. До новых встреч. Пока. На Инстаграм тоже подписывайтесь. Продолжение следует...